И мы говорили о том, что состояние церкови было таким, что невозможно было, чтобы что-то не изменилось. Уже был предел, как бы, был край. И поэтому грянула реформация, но реформация не пришла внезапно. Были люди, были события, которые предшествовали реформации и повлияли на то, чтобы она вообще случилась. И один из самых видных людей, кого можно назвать предтечей реформации, был англичанин Джон Уиклиф. Родился он примерно в 1320 году. В 1320 году в Йоркшире. Родился в 1320 году в Йоркшире. Джон Уиклиф. Мы им закончили прошлый урок. Джон Уиклиф. Скажу в конце. Когда умрет. В 1320 году. В Йоркшире он родился. В Йоркшире. В 16 лет поступил в Оксфорд. В 16 лет поступил в Оксфорд. Сначала получает магистра искусств. И идет слушать лекции по Священному Писанию. После этого получает степень бакалавра теологии. В 30 лет ему разрешают произносить лекции по теологии. Не всем разрешали. Нужно иметь было определенную степень, чтобы иметь право проповедовать и читать лекции. В 30 лет самостоятельно читает лекции по богословию и произносит проповеди, принимает участие в богословских диспутах. В конце концов получает доктора теологии. В 1374 году становится священником, настоятелем одного из приходов. В 1374 году становится настоятелем одного из приходов. В 1374 год становится настоятелем одним из приходов. И это время, когда уже о империи речи быть не может. Когда уже Папа Римский теряет свою власть и свой авторитет. Английский парламент очень недоволен Папой Римским. Они еще католики. Они не собираются пока что выходить из-под его господства. Они представляют, как это возможно. Но недовольны постоянными денежными поборами, которые делает Папа Римский. А денег Папе нужно все больше и больше. И эти поборы возрастают. Даже дошло до того, что римский парламент стал резко отказывать Папе Римскому. Это такое неслыханное уже такое. И весь народ, и дворяне, и простые люди чувствовали сильное раздражение и антипатию к Риму. Интересно, что читая Писание, читая Писание, Виклиф приходит к евангельскому пониманию всего. И по сравнению с Лютером и Джоном Кальвином, он более евангельский христианин даже. Интересно, что он начинает тогда проповедовать свое учение сразу же. И он учит примерно о следующих вещах. Первое, что Папа не имеет брать поборы с Англии. Но это было актуально. Второе, он защищает права короля. И доказывает превосходство светской власти над церковной. Он был сторонником превосходства светской власти над церковной. Также он пишет несколько книг, несколько трудов, трактаты. О господстве Божьем один называется. А второй, о господстве гражданском. Чтобы в этом расставить все на свои места. О господстве Божьем и о господстве гражданском. И он учил, допустим, сейчас я скажу. Он говорил, что служба Богу состоит в правильном поведении, которое определяется точным исполнением Божьего закона, изложенного в Библии. Все. Также он учил, что отношения между Богом и человеком должны быть непосредственными, и посредника между ними существовать не должно. То есть он достаточно далеко пошел в своих мыслях. Он говорит, что король получает власть непосредственно от Бога и не нуждается в благословении Папы Римского. Он является Божьим наместником. И он говорил, что королевская власть над людьми так же священно светская, как и духовная власть Папы над прихожанами, скажем так. И это королю, конечно, нравилось, и парламенту этого нравилось. И он говорил, что одна власть с другой не должны смешиваться. Тоже хорошо. Конечно же, это вызывает неудовольство Папы. И Папа отсылает несколько булл своих посланий против Виклифа. Но Виклиф становится очень популярным в Англии. Его очень сильно поддерживает дворянство, и его сильно поддерживает и простое население. Папа посылает булу с требованием положить конец распространению теории Виклифа. Но на его защиту становятся университетские теологи. И заявляют, что не находят в учении Виклифа ничего юридического. Это как плевок Папе в лицо, знаете. Такого еще не было. Чтобы на уровне власти, на уровне образованных людей такое происходило. Виклиф продолжает работать и пишет две известные работы. О церкви и о Папе. О церкви и о Папе. И в работе о Папе, знаете, что он делает? Он пошел простым путем. Здесь он сравнивает Христа с современным римским предосвященником. Берет одного и второго и начинает сравнение. И он показывает, что Папа во всем противоречит Христу. Он говорит, допустим, Христос нес правду людям. Принципы Папы ложь. Христос отказывается от светской власти, когда ему предлагают, хотят выбрать царем, помните? А Папа высказывает непомерные требования в подчинении себе всех светских властей. Христос презрел золото. У Папы все идет на продажу. Христос послал своих учеников, как ягнят в стадо волков. Папа живет в великолепном замке, построенном на деньги бедняков. Христос действовал во славу Господа. Папа ищет собственной славы. Таким образом, Уиклев приходит к выводу, что Папа и есть настоящий антихрист. И, конечно, это сильно для Папы. Очень. Потом выходит его работа, его трактат о Евхаристии. То есть, о причастии. О Евхаристии. О Евхаристии. Евхаристия – это причастие или хлебопреломление? Благодарение, да, с гречески. И Уиклев расходится с мнением католической церкви, что во время благодарения, молитвы, вино превращается в кровь, а хлеб в тело Христова непосредственно конкретно. И он учит о том, что хлеб остается хлебом, вино остается вином, и что Евхаристия носит не буквальный, а символический смысл. И, конечно же, освящается хлеб, освящается вино, Господь в этом присутствует, сто процентов, раз он это и учредил. Но, тем не менее, он об этом говорит, как о воспоминании о муках Христа и о определенных символах. И, конечно же, для римской католической церкви это было ересью. Он учит, что священное писание – это Божий закон, и как всякий закон, он допускает лишь буквального понимания. И в этом смысле, в смысле толкования Библии, он был буквалистом. Также пишет трактат о истинности священного писания. Что он пишет в этом трактате? Тогда было распространено мнение, что в Библии много темных мест, которые из-за этого простой человек не способен понимать Библию. Она может быть истолкована только в церкви священникам. Нельзя простому человеку доверять читать Писание. Он же разбивает это, как бы говорит, что все понятно. Но мы понимаем, что все равно не все понятно. Но то, что нам нужно для спасения и вечной жизни, нам понятно. Это не вопрос. И, конечно же, мы за то, чтобы священное Писание читалось каждым, сто процентов. И он требует, чтобы священное Писание стало достоянием всех. На этих настроениях он начинает перевод Писания на английский язык с латыни. Переводит Библию с латыни на английский язык. У него много было последователей из простого народа. Это не были священники, это были простые люди. Которые слушали его, их называли, он называл их бедными проповедниками. Он их обучал и посылал на проповедь. И они проповедовали Евангелие. Официальная церковь стала называть их Лоларды. 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 Переводится это, как Сеятель Плевел. То есть, их обвиняли в том, что они сеяли ересь. Но это название за ними сохранилось, и потом было как почетное даже. Лоларды. Бедные проповедники. Но что интересно, его последователи не избежали такой крайности. Они стали проповедовать революционные идеи. Равенство. Богатых, значит, развенчать. Бедным помочь. И стали вспыхивать определенные недовольства среди простого народа. И стали вспыхивать народные восстания на местах. После этого авторитет Уиклифа сразу резко... Он к этому не имел отношения. К этому времени он был пожилым человеком, который и почти не передвигался. Но с этого времени его репутация в Англии падает, потому что его до сих пор поддерживали богатые люди, знатные люди. А сейчас в связи с революционными настроениями они напряглись. Конечно же, лоларды, они присутствуют... притеснялись, их уничтожали, зачинщиков казнили. Как получилось? Один из зачинщиков восстания сказал, что он был долгое время, три года, по-моему, учеником Уиклифа и всем этим ересям научился от него. Тут, конечно же, к нему охладевает отношения, но его не трогают самого и его не судят. Что происходит дальше? В Лондоне собрали некий суд, но не столько над Уиклифом, сколько над его учением. его учения осудили. Десять положений признали как еречитические, четырнадцать как ошибочные. Но его даже не приглашали на этот суд. В каком смысле? То есть, его не судили. Даже его имя не было там упомянуто. Все равно определенное уважение к нему оставалось до конца. И последние дни жизни он был пролизован, прикован к постели, и когда уже не мог писать, писали его ученики под диктовку. Скончался он в 1384 году. Скончался он в 1384 году. В 1384 году. Интересно, что спустя 12 лет после его захоронения его враги, католики, добрались до его могилы, вырыли его тело, выбросили и предали проклятию. То есть, вот так вот осквернили могилу. Что им чести, конечно же, не делали. Хорошо, вот так вот. И да. Интересно, что в то время все равно, хотя как бы официально осудилось учение у Виклифа, но тем не менее и священство, и знать интересовались этим учением. И его трактаты распространялись не только в Англии, они распространялись также и по Европе. И одним из тех, кто читал его трактаты впоследствии, был Янгус. Были студенты из чехов, Моравов, которые учились в Англии. И когда вернулись, привезли с собой трактаты у Виклифа. И эти трактаты стали доступны тогда в Мораве этого времени. И следующий человек, которого мы называем Претечья Реформация, о котором мы поговорим, это был Янгус. Вы в школе, наверное, про него учили. Наши учебники называли его революционером. Как-то так вот всех они, и Мартина Лютера. А как холестеральное значение революция, революционер? Не знаю. Революционер. Регресс, да? Янгус. Хорошо. Янгус, великий чешский, да, религиозный деятель. Родился... Гус. Гус. Янгус. Родился в 1369 году. Родился в 1369 году. Город Гусинец назывался. 1369 год. Родился Янгус. Родился в небогатой крестьянской семье. Его отец очень рано умер и воспитывала его мать. Как все, закончил школу и потом отправился учиться в столицу, где поступил в Пражский университет в Праге. Учился в Пражском университете. Получил степень бакалавра свободных искусств. Бакалавра свободных искусств. Позже стал магистром. А через время в 1401 году рукоположили в священники его. 1401 год был рукоположен священником и его еще избрали деканом факультета искусств. 1401 год рукоположен священники декан факультета искусств. проходит год и он становится ректором этого университета. Интересно, что Гус был всегда, даже когда учился, даже когда теологию изучал, он был всегда таким веселым, таким свободным человеком достаточно. В библиотеке нашел трактаты Уиклифа. Чудом там оказавшийся. Стал читать его работы и из веселого человека превратился в человека такого аскетического, думающего о будущем, думающего о вечной жизни, думающего. Ну, не обязательно, я думаю, если веришь, становиться аскетом, но на Гуса это повлияло так. Наверное, были для этого причины. И в своих воспоминаниях он говорит, книги Уиклифа открыли мне глаза. Я читал их и перечитывал вновь и вновь. После этого Ян Гус начинает писать некоторые свои сочинения, похожие на сочинения Уиклифа. И, конечно, если сравнивать Джона Уиклифа и Гуса, Гус отличался. Джон Уиклиф реформировал вообще учение католическое и реформировал как бы обрядовость. Мы знаем, что он был почти евангельский, практически евангельский христиан. Ян Гус был преданным сыном католической церкви. Он не хотел ни разделений, ни выхода. Он даже не менял учения. Он о Евхаристии, допустим, верил как истинный сын католической церкви. Он верил, что хлеб превращается в тело, вино превращается в кровь. Короче, по учению он был практически католик. То, что его больше волновало, это внешняя жизнь церкви. Это формальная обрядовость и неправедная жизнь, которую вели вокруг уже тогда служители церкви. Хорошо. И если Виклиф говорил, что церковь ни при чем и спасение происходит только через Святое Писание, Ян Гус верил, что церковь принимает участие в спасении человека. То есть, как бы, в принципе, судить-то его, потом мы знаем, что он осужден, осужен на костре, учить, как бы, его судить было не за что. Но, тем не менее, что происходило? Первое, Гус ратовал национальную церковь. То есть, достаточно, вне зависимости от римского католичества, национальная чешская церковь. И был в этом смысле, как бы, в оппозиции к католическому духовенству. Он произносил проповеди в пражской часовне часовне и ввел богослужение не только по-латыни, но на немецком и чешском. Ввел богослужение, проповеди на немецком и чешском. В Вифлеемской часовне он проповедовал. Настолько он вел чистый образ жизни, что даже один из его врагов написал следующее. Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений. То есть, если это пишет о нем его соперник, его враг, то я думаю, что жизнь Гуса на самом деле была чистой. То есть, он не брал деньги за обряды какие-то проведения и так далее. Он довольствовался своей зарплатой, видно, которая была ему назначена и так далее. И, конечно же, он выступал против облагания налогами Папой и Чехии, как это было и в Англии. Хорошо, он не выступал против монашества, как выступал Уиклиф. Он, ну, короче, я еще раз повторюсь, что он был сыном католической церкви. Единственное, что он выступал против неправильного образа жизни. Я зачитаю еще один момент, который даст нам понять, как думал Ян Гус. Допустим, он проповедует следующим образом. Он говорит, последний грошик, который старушка завяжет себе в покрывало, чтобы уберечь его от вора или разбойника, этот грошик сумеет выманить у нее священник или монах. Богатство отравило и испортило церковь. Откуда войны? Откуда отлучения? Ссоры между папами и епископами? Собаки грызутся из-за кости. Отнимите кость, и мир будет восстановлен. Откуда подкуп? Симония? Откуда наглость духовных листов? Откуда прелюбодеяние? Все от этого яда. И понятно, что такие проповеди не очень-то нравились руководству или верхушке римской церкви. И в Чехии у него были противники, но тем не менее большинство его поддерживало. И потом даже образовалось такое движение гуситы, может вы слышали в истории, потом табориты и так далее. Это такие резкие гуситы. Конечно же, услышав о Яне Гусе, римский папа направляет архиепископу пражскому Булу с требованием искоренить сектантов, искоренить тех, кто исповедует учение Уиклифа. Конечно же, это коснулось и Яна Гуса. История была долгой, у него были то защитники, то враги, но в конечном итоге в 1415 году Гуса пригласили на Константский собор, чтобы выступить, рассказать о своем мучении, а когда он прибыл, его отговаривали, чтобы он ехал, но когда он прибыл, его без суда и следствия арестовали, провели суд, на котором ему не позволили сказать ни одного слова, ему не позволили защититься и рассказать свое учение. Он был признан виновным в распространении еретических убеждений Уиклифа, Константский собор, и 6 июля этого же года, 15-го года, его сожгли на костре. До этого его заставляли признаться в своих заблуждениях, 6 июля 1415-го года. А он говорил, заблуждений нет, я верю как католик, выслушайте меня. И он отказался покаяться, как бы признать заблуждение, его сожгли на костре. 1415-й год, его сожгли на костре. Конечно же, это все подливало огонь, у него были последователи, которые долгое время еще сопротивлялись, это подливало все время огонь к тому, что потом привело к реформации. Мы посмотрим еще нескольких человек, один из них, напишите, я вам по слогам продиктую, потому что сложно будет записывать, его звали джироламо савонарола. Джироламо 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 савонарола. Джироламо савонарола. Нет, почему африканец, итальянец? И это имя, он монах-проповедник, и его имя связано с Флоренцией. Родился в 1425 году. Родился в 1425 году. И говорят, что он не отличался ни красотой в детстве, ни детской веселостью, беспечностью, всегда был замкнутый, сосредоточенный, вдумчивый и не походил на своих родных братьев и сестер. Его готовили к карьере врача. Его дедушка был в этом силен, он посвящал его в тайные естествознания, грамматику преподавал ему, латинский язык. В общем, обучал его самостоятельно, и достаточно хорошо у него это получалось. Все знания он схватывал на ходу. был такой достаточно развитый мальчик. Когда стал более-менее взрослым, внимательно, вдумчиво читал Библию, а также любил сочинять стихи, рисование и музыку. Был творческим человеком. Но что интересно, его всегда еще с детства волновала распущенность мира, и он рассуждал над этим. Вот одно из его рассуждений, он вспоминает юношеские годы и описывает их. И одно из его рассуждений звучит так. Я вижу разрушенным весь мир, без надежды на потрепанные добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого места и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня еще есть надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко вознеслась в своих правах. В 1475 году тайна уходит из семьи в монастырь. 1475 год уходит из семьи в монастырь. Пишет письмо с родителем, а родителям с объяснением и пишет следующее. «Что меня побудило вступить в монастырь это страшное ничтожество света и испорченность людей. Разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие, кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно я просил Господа Иисуса Христа, чтобы избавил меня от этой грязи». И мы понимаем теперь как бы иногда мотивы людей, которые уходили в монастырь. Жизнь была до того распущенной и развратной, что люди просто видя, что не имеют сил изменить ее, хотели по крайней мере с ней не соприкасаться и уходили. Но это не совсем правильно, потому что мы уже говорили, что тот, кто у нас больше, кто в мире. И мы призваны быть светом, который светит в всем доме, а не стоит где-нибудь под диваном. Аминь. Хорошо, когда он стал монахом, первые семь лет он провел в молитвах покаяния, то есть он был тоже мистиком, провел в молитве покаяния, потом сам стал настоятелем, обучал новичков, затем отправился проповедовать во Флоренцию. Флоренция тогда управлялась медичами, родом Медичи и была таким городом, город-фестиваль, короче, туда приезжали пофестивалить, повеселиться, да, вот, процветающий, такой, свободный очень. Он приехал туда, он был худенький, страшненький, голос сиплый, говорить не умел, и когда он пытался проповедовать, над ним просто смеялись. То есть никто, как бы, его серьезно не воспринимал. Что он тогда делает? Он удаляется на какое-то время в лес, в горы, и там сам себе проповедует. Молится, проводит время в молитве и учится проповеди. Какое-то время он в этом упражняется, и потом упорными своими упражнениями, а я думаю, что все-таки и желанием своим, и молитвами он приходит к тому, что на самом деле становится таким красноречивым человеком. Когда он возвращается обратно в Флоренцию с вестью для местных жителей, потом говорят, что он, когда пришел, был похож не столько на христианского пасторя, сколько своим поведением, своими речами на ветхозаветнего пророка, который приходил и выносил приговор. И на самом деле его речи были настолько помазанными, что это не могло никого оставить равнодушными. Он начал проповедовать, обличая народ в его жизни, и, наверное, тогда такая проповедь была самая актуальна. И у него становилось, несмотря на это, все больше и больше слушателей. Сегодня наоборот, когда, если проповедуешь обличающую проповедь, не всем нравится, все хотят слышать мотивационные проповеди о успехе, о том, что у них все получится. Все получится, если будем правильно жить. Амин. А если неправильно, ничего не получится, сколько не утешая людей. Ложно. И он, поднявшись на кафедру церкви, конечно же, проповедовал первое, что об обновлении церкви, о том, что если грешники не раскаются, скоро гибель их ждет. И он смело клеймил высшее духовенство, и светских правителей тоже не боялся клеймить. Я прочитаю, просто мне интересно, я когда читал, сам что-то получал, я прочитаю несколько выдержек из его проповеди того времени. Допустим, он говорит, я вижу прилатов, то есть священников, не заботящихся о своей духовной пасти, но развращающих ее дурным примером. Священники разбрасывают достояние церкви, проповедники проповедуют пустое тщеславие, служители религии отдаются всяким излишествам, отцы и матери дурно воспитывают детей, князья давят народ, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе, женщины о пустяках, я хотел бы молчать, но я не могу, слово Божье в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг моих костей. Князья Италии посланы ей, Италии, в наказание. Их дворцы убежище диких зверей и земных чудовищ, то есть негодяев и развратников, потакающих их развращенным желанием и их дурным страстям. Это действительно Вавилон, братья, город безумств и злодеев, который хочет разрушить Господь. Ступайте в Рим. Вместо христианства прилаты там отдаются поэзии и красноречию. В их руках вы найдете творения Горации, Вергилия и Цицерона. Из этих книг они учатся управлять душами людей. Они изучают тайное управление церковью по созерцанию звезд, а не по размышлению о Боге. С внешней стороны она прекрасна, эта церковь их, с ее украшениями, по золотую, с блестящими церемониями, роскошными облачениями, с богатыми дароносицами. И тут он говорит очень знаменитую свою фразу. Но в первоначальной церкви дароносицы были деревянными, а прилаты или священники были золотые. Это праздники ада празднуют теперь наши прилаты. Они не верят более в Бога и издеваются над его таинствами. Что ты делаешь, о Господи? Приди, освободи свою церковь из рук демонов, тиранов и злых пастырей. Поспеши с наказанием, чтобы она поскорее возвратилась к тебе. О, Рим, готовься, твоя казнь будет ужасна. О, Италия, казни пойдут за казнями. Бич войны сменится бичем голода. Бич чумы дополнится бичем войны. Казни будут тут и там. У вас не хватит живых, чтобы хоронить мертвых. О, Флоренция, прошло время песен и праздников. Покайтесь. Господи, Ты свидетель, что я с братьями моими старался поддерживать словом своим эту падающую руину, но я не могу больше. Силы изменяют мне. И действительно, его речь похожа на речь пророка. Знаете, что интересно? То, что он пророчествовал Италии и Флоренции, исполнилось. Были войны, был голод, была чума, опять войны, восстания. Чтобы говорить такие вещи, нужно иметь изрядную смелость и дерзновение и вдохновение от Бога. То, что он говорил, было правдой. И на самом деле самонарола предчетча реформации не в учении. Учения он не касался. Он говорил о личной жизни священников, он говорил о личной жизни церкви и всего народа. Вы заметили, что он не только богатых и знатных клемит. Он говорит обо всех, о том, как воспитывают детей, о том, что думают о пустяках и так далее. В конце концов, после вот этих всяких перипетий, война, болезнь, голод, князья сражаются друг между другом. На самом деле Флоренция пришла в упадок, в такое состояние ужасное. И по сути самонарола становится ее духовным лидером. А затем так получается, что он втянут и в дела управления, и в мирские дела. Со временем он становится как главой республики, как город, как отдельно взятая республика. И стал заниматься и политическими вопросами. Потом со временем он понял, ну, он занял руководящее положение, я уже говорил, и у него было много врагов. Почему? Из-за его характера, из-за его поведения, из-за тех речей, которые он провозглашал. Конечно же, его враги обращались к Папе Римскому, донося, и не надо было ничего выдумывать. Можно было просто взять проповедь самонаролы и дать почитать высшему духовенству, чтобы вызвать раздражение. Но при этом он как бы не переставал проповедовать, как и проповедовал. Его хотели подкупить. Ему предлагали место кардинала. А был такой, если помните, Александр Борджа. это вообще был Папа Римский из пиратов, разбойник, который воевал с князьями, отнимал их имущество. Это именно он там со своей дочерью переспал, чуть ли не с внучкой, я всех подробностей не знаю. Короче, ужасный Папа Римский. И он пытался его купить, предлагая ему звание кардинала. После этого тон проповеди Савонаролы стал еще более резким. Я тоже несколько вещей прочитаю. Он говорит, допустим, о духовных элицах Рима. Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ проводить ночью в развраты. А в разврате алтарь стал для духовенства лавочкой. Еще несколько моментов прочитаю. У них придворные оруженосцы, лошади, собаки. Похоже ли это на церковь Божью? Их высокомерие наполняет весь свет. И не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд, продают крещение, продают все. И еще толкуют об отлучении. Это тогда, когда встал вопрос о его отлучении. Слава Богу. Александр Борджа. Александр Борджа. Один из самых таких скандально известных. Александр Борджа. Но в конце концов, конечно же, папа посылает войска, чтобы арестовать еретика. И враги, Савонаролы поддерживают это. Внутренние враги, которые были в городе. Савонарола прячется в монастыре и вместе с доминиканскими монахами они с необычной доблестью защищаются. То есть, они еще сопротивляются. Когда что румовали храм, когда что румовали монастырь, вход все шло. Железные распятия, горящие восковые свечи, они еще сражались, дрались, не сдавались. Наконец, видя такое кровопролитие, Савонарола добровольно сдается. Он не хотел, чтобы погибели люди, а дает себя в руки своих врагов. Его пытали вместе с его последователями несколькими. Их жгли углями, мучили по-разному. Иногда он не выдерживал пыток и подписывал, что отказывается от всех своих признаний, потому что это на протяжении какого-то времени проходило. Но потом приходил в себя и отказывался. Говорил, нет, я не отрекусь от своих убеждений. В общем, в конце концов, суд его и двух его ближайших подвижников, их звали Сильвестр и Доминик, приговорили к сожжению на костре. Казнь состоялась в 1498 году. В 1498 году состоялась казнь. Их живыми втроем сожгли на костре. И по этой атмосфере я почему говорю об этих людях, даже зачитываю конкретно их слова, чтобы видели ту картину, которая в то время, ту атмосферу, которая царила и в церкви, и в мире. И опять хочу сказать о том, что это был как гнойник, который невозможно было ни разрезать, ни удалить. Бог не мог молчать, правда же? И мы поговорим еще о одном человеке коротко, которого также его трудно назвать предтечей реформации, но он был тем, кто также внес свою лепту, чтобы спровоцировать реформацию. Это антипод, скажем так, предтечам реформации. Его звали Томас Торквимада. Томас, а? Ну, вы знаете, да, наверное? Конечно, что я говорю, вы же знаете наверняка. Томас Торквимада. Томас Торквимада. Да. 1420 год родился. Томас Торквимада. Родился в 1420 году. В небольшом городке, который назывался Торквимада. И потом он взял себе это имя. Городок Торквимада. Еще, будучи юношей, он поступил в Доминиканский монастырь. Мы говорили, что именно из Доминиканских монастырей вышла инквизиция потом. Торквимада ненавидел врагов католической церкви. Как тайных, так и явных, как политических, так и юридиков, как он считал. Да. Становится приором одного из монастырей со временем. Он делает такую очень блестительную карьеру. и в конце концов убеждает испанских правителей, убеждает главкатолической церкви, что необходимо разбираться, уже дошли типа до края, нужно разбираться с еретиками и отступниками от веры внутри церкви. Учреждает инквизиционные трибуналы. Первый из них был утвержден в 1481 году в Севиле. 1481 год. Первый инквизиционный трибунал. В первые же полгода, в первые же шесть месяцев он приговорил 298, ну считайте 300, да, крещенных евреев, к сожжению. Ну, 300 человек, 298, 300 человек. Это за первые полгода существования утверждения первого трибунала. В чьей вере сомневались, да, кто был насильно обращен, да, под давлением определенным, но продолжал, допустим, соблюдать субботу, традиции, да, исполнять тайну. Их изыскивали таких людей и казнили. не только, но они были одной, ну, основной жертвой инквизиции, если вы знаете, конечно же. Был совет избранной инквизиции, и он вошел в число первых семи инквизиторов, главных, сам Тарквимада, так как он был организатором всего этого. И мы уже говорили, что именно инквизиция была автором гонения на ведьм, когда людей обвиняли в колдовстве. Недонесение, я уже тоже вам упоминал, недонесение каралось отлучением от церкви, и считалось, что вероотступнику способствует. Поэтому, когда трибунал, вот были такие тройки, которые разъезжали по всей стране, когда приезжал в город, люди спешили донести друг на друга, придумать что-то, лишь бы, ну, вот в этой атмосфере страха и давления, лишь бы их не осудили. Конечно же, народ не мог этого долго терпеть. Понятному, люди так открыто потом отозвались на реформацию, чая, что что-то изменится, да, чая, что что-то, ну, такого не будет. Тех, кто не раскаивался, сжигали живьем, кто приносил покаяние, сначала душили, а потом все равно сжигали. Ну, не так мучительно, мол, умрешь. Конечно, преследования были серьезными. За короткое время было сожжено около 9 тысяч человек, а различным наказанием, пытком, покаянием, так называемым, в кавычках, около 100 тысяч человек, 90 тысяч человек подверглось. Так же, когда мусульмане ушли из Испании, он приехал в те области, где остались мусульмане, и он освобождал, как был освободителем от мусульман Испании. Так же, казнили мусульман, наравне с ними евреев и простых людей, которых подозревали в том, что они отступники, так или иначе. На отвоеванной до Испании территории продолжали мавры жить, евреев очень много, которые, кстати, при мусульманах получше жили, скажем так. И инквизитор не мог с этим примириться. И в то время евреев жило очень много. В 1492 году он добился следующего приказа, чтобы евреи либо крестились, либо оставили страну, уходили из нее. И периодически во многих странах, ну вы, наверное, лучше меня знаете, были применены на официальном уровне приказы, чтобы евреи оставляли страны. Это было во Франции, это было в Германии, это было в Испании и так далее. Когда целый народ изгонялся, представьте себе. Но интересно, что евреи попытались откупиться. Не у него, конечно, потому что он был фанатиком, но они предложили большую сумму 60 тысяч золотых дукатов правителю, да. И казна была пуста, и тот стал уже сомневаться, может, действительно, пусть живут. И смотрите, что сделал тогда Тарклимада. Он пришел к королевской чете с распятием в руках и сказал, Иуда продал сына Божьего за 30 серебряников. Ваше высочество, может быть, хотят продать его за 300 тысяч? Он здесь, вот он, возьмите его, если хотите, и продайте. И положил распятие, повернулся и ушел. Его боялись, его боялись даже монархи. И поэтому подумал, подумал, решил не связываться и был принят закон, который заставлял либо креститься евреев и принимать христианство, либо уйти из страны. И евреи были изгнаны. Вот такая вот печальная история, да, предреформационная. И, конечно же, мы видим здесь в его словах простую манипуляцию Сыном Божьим, да. То есть, на самом деле, сам Иисус был евреем. Мне странно общаться иногда в каких-то форумах с людьми, которые удивляются. Я встречаю православных людей антисемитов, да, я говорю, как же вы поклоняетесь обрезанному Иисусу? Он был евреем, он был обрезан, и апостолы были обрезаны. И, конечно, для многих это шок. Может, что-то в голове выстреливает, не знаю, может быть, пересмотрит свои взгляды, может, нет. Ну, так не говорили пока. Матом ругались, так не говорили. Хорошо. Итак, мы рассмотрели период предреформационный. Вы видите, состояние церкви было жутким, реально жутким. Наверное, хуже не было ни в какие годы, когда уже разврат был абсолютно открытым, даже никто не пытался этого прикрыть среди высшего духовенства. Это было нормальным. Целая гряда целая череда была пап римских, которые вообще духовной работой даже намека не было на что, чтобы они занимались. И так-то работа была странной, духовная, с точки зрения писания. Но они даже это не пытались сделать. И, конечно же, уже чувствовался запах реформации в атмосфере. Это должно было прийти. И завтра с первого урока мы начнем рассматривать реформацию и появление протестантизма. Продолжение следует... Продолжение следует...